Вот она потеряла сознание. Какое положение вы ее приведете? Как вы ее расположите? На живот, на бок правый, на бок левый, усадить, головой вниз воткнуть, ноги поднять, или наоборот, поднять, голова вверху, она стоит. Бледность и внезапная кратковременная потеря сознания. Срочно уложить пострадавшего на спину с приподнятыми ногами в течение первого, так называемого «золотого часа», правила с которых начинается лечение. Квалифицированно такой алгоритм действий выполняют медицинские работники, за исключением тех ситуаций, когда жизнь пострадавшего зависит от того, кто первым окажется рядом с попавшим в беду. Как показало время, что те знания, которые даются на уроках охраны безопасности жизнедеятельности и на прочих мероприятиях, они есть, но в современных условиях бывает порой недостаточно. И дополнительные занятия, они только на пользу идут. И, как считают все наши преподаватели, чем чаще мы повторяем какой-то предмет, тем прочнее знания, и тем мы их увереннее используем в реальной жизни. Сделали петлю, вставили достаточную по длине палку, и, как видели на рисунке, пошли крутить. Зафиксировали, кровотечение остановлено. Мы говорим, жгут-закрутка лежит в основе создания практически основной массы всех жгутов в мире. Научиться останавливать кровотечение – навык, необходимый для специалистов многих профессий. Тимур Карабасов – курсант Ульяновского института гражданской авиации, будущий специалист в сфере транспортной безопасности. Задача – не только защищать объекты транспортной инфраструктуры, но и при необходимости сыграть решающую роль в сохранении жизни человека. Первая помощь является одной из основополагающих спасения жизни человека, потому что в нашей жизни происходит очень много разных событий, которые не требуют отлагательств. Так как у нас профессия транспортная безопасность, само слово «безопасность» подразумевает под собой спасение жизни многих, как одного человека, так и большой их группы. И первая помощь понадобится нам для того, чтобы не мешкать и действовать быстро и основательно в каких-то чрезвычайных ситуациях. В ситуации, когда дорога каждая секунда, не поддаваться панике, действовать быстро и решительно. С такой установкой тематические занятия по оказанию первой медицинской помощи проходят во всех районах Ульяновской области, прививая со школьных лет готовность к санитарной обороне. Екатерина Горбачева, Алексей Юфирев, репортер 73.